Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, почему важно читать именно условия тарифы и постоянно их контролировать, банковские условия и тарифы по вашему банковскому продукту. Да, многие знают, что действительно договор нужно читать при заключении, но почему-то люди зачастую забывают почитать тарифы, либо же читают их и потом забывают уже после заключения, после открытия продукта банковского. Почему это важно? То есть, во-первых, нужно будет ознакомиться изначально, то есть, до оформления какого-то продукта. Вы заходите на официальный сайт банка финансового утверждения, выбираете нужный ваш продукт и читаете тарифы и условия. То есть, это в виде pdf формата или в одном формате, да, и ознакомьтесь с условиями тарифами, да, то есть, там, за обслуживание карты, кроме обслуживания карты, то есть, она может быть бесплатно, может заниматься плата за выпуск карты и так далее, да, услуги смс-информирования и так далее. То есть, читайте, да, условия тарифа непосредственно. Потом уже, после того, как оформили продукт, да, также нужно, важно контролировать условия тарифа, так как их банк может менять условия тарифа. Многие говорят, ну как же я, я же не предыдущий договор, как так, условия тарифа, там, допустим, смс-сообщение было, допустим, бесплатное, как-то оно стало платным. Да, в условии тарифы банк правит менять, и в договоре это прописывается, что банк правит в любой момент их изменить. Поэтому даже многие банки зачастую пишут договоры, что вы, допустим, должны ознакомливаться не реже, чем раз в месяц с изменениями на официальном сайте, либо, допустим, на информационных саннах, либо иным образом, да. И поэтому, да, многие ленятся, говорят, ну да, дел много, там, некогда. Нет, это очень важно. Читайте именно условия и тарифы. Заходите на сайт, выберете, нужен ваш продукт, да, и ознакомливаетесь. Также бывает зачастую об изменениях также указывается на восьмой ленте, но также, чтобы не упустить важные моменты, рекомендую самостоятельно ознакомливаться, что к чему, да, потому что могут измениться условия обслуживания карты, допустим, если карта, допустим, была бесплатно обслуживания, она может стать платной, или услуга смс-информирует может стать платной, если она до этого, или стоимость ее может поменяться, либо другие услуги дополнительные. То есть, поэтому нужно здесь внимательно изучать условия тарифы. Вот. И, то есть, также вот некоторые скажут, я позвоню, там, поддержку банка, там, на горячую линию смс, но при этом вы можете упустить некоторые важные изменения, потому что изменения могут быть несколько, да, и некоторые моменты вы можете упустить, да, если вы на этом не будете акцентировать внимание. То есть, самое эффективное – это самостоятельно научиться изучать условия тарифа, ознакомливаться с ними, потому что именно вы знаете, что именно важно для вас. То есть, другой человек, который специалист, может не осознавать, да, вот важность этого момента, а для вас это будет как раз-таки критично и очень важно, поэтому, то есть, да, вы могут рассказать, то есть, в общем, да, про изменения условий тарифов, но именно если вы самостоятельно будете ознакомливаться, вы сможете акцентировать свое внимание на некоторых деталях, а уже при необходимости уже, если не нашли информацию, не понимаете или избежали каких-то недопониманий, да, вы можете это уточнить. Ну, научиться самому нужно, нужно научиться самому изучать информацию, воспринимать. Только тогда вы будете получать самые актуальные и выгодные условия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать важные видео, впереди много интересного, да, будет разнообразный контент. Всем здоровья, успехов, всем пока!